Покажи ритчика-то! Покажи ритчика-то! Как ты нам говно возишь! А ты себе под окна сливай! Где ты живешь? Где ты живешь? Сливай! Задушевные разговоры с осенизаторами у жителей 8-го дома по улице Революционная проходят регулярно. Машины с завидным постоянством сливают нечистоты прямо у многоэтажки. Наблюдать за происходящим имеют возможность все жители дома. Окна каждой квартиры выходят на эту сточную яму. Водители на жалобы только усмехаются. Они как тараканы зад-назад, зад-назад. Это какой-то кошмар. Отравили вообще всю жизнь. И все сливается в речку. Это невыносимо. И дети идут вонь. Уже едешь с горы Сатранного и вонь. По всей реке вонь. Даже зимой вонь. Когда наша съемочная группа приехала на место, разгневанные жители остановили машину для вывоза ЖБО и преградили ей дорогу. В качестве подкрепления вызвали полицию. Когда мы остановились, он на нас наезжал. Снимок. Вот женщина снимала. Он прямо пытался через нас. Водитель машины куда-то нервно звонит. Жильцы предполагают коллегам-осенизаторам, чтобы искали другое место для слива. У кого она есть? У кого она есть? У вас машина есть или нет? У меня есть. У кого она есть? У нас договор. Мужчина говорит, экскременты не сливал. Наоборот, закачивал. Эта дурно пахнущая история началась во Вдотино в начале года. Сюда к обычному люку потянулись десятки машин. Сразу образовалась зловонная лужа, превратив улицу в отхожее место. Эта речка фекальная льется сутками, без выходных, без праздников, с утра до ночи. В пятницу я снимала на телефоне, в полодиннадцатого огромная цистерна приехала, сливала, наверное, минут 15, какая она была огромная. У нас есть подозрение, что они даже ночью возят. У меня ребенок выйти на улицу не может. Он такой, что выйти не может, он с трудом ходит. И дышит вот этим всем. И я уже вот это вот стала. Жители революционные уверены, они столкнулись по меньшей мере с канализационной мафией. Ведь о своей проблеме активисты рассказывали администрации, прокуратуре, Роспотребнадзору, депутатам. А ВОЗ, точнее машина с фекалиями, и ныне там. Тут я шла с собакой, смотрю, сливают. Они постоянно сливают. И я подошла к ним, говорю, у вас есть какие-то разрешающие документы вам вот это делать здесь. А вы кто такая? Я говорю, я здесь живу, я окна не могу открыть. Они мне сказали, что вы никто, и мы вам ничего показывать не будем. Мы хотим, чтобы это прекратилось немедленно. И не просто вот так прекратилось, и мы друг другу похлопали и сказали, какие мы хорошие. Потому что если не здесь будут сливать, будут сливать в соседнем доме, или вот там они это делают. И так далее. Мы против этого. Таких точек слива незаконного, противоречащего всем правилам и здравому смыслу по городу несколько. Потому что семь официальных пунктов приема ЖБО от водоканала закрыли в начале года. Было установлено, что прием жидко-бытовых отходов осуществляет организация АО «Водоканал» непосредственно в канализационные колодцы, что с санитарными правилами запрещено. В связи с этим прокуратурой было внесено представление в адрес генерального директора водоканала, также в адрес главы города Иваново. После чего прием стоков нарушения требований законодательства в колодце прекратился. Осталась одна станция на улице «Профсоюзная». Это отдельно стоящее здание, туда подведена вода, чтобы омывать колеса машины и разбивать поток нечистот. Это единственный в городе официальный пункт приема жидко-бытовых отходов. В идеале машины с нечистотами должны съезжаться сюда со всех концов города. По данным администрации, официальных договоров заключено на 250 кубических метров нечистот. Это примерно три машины в день. Тогда как жители улицы «Революционная» рассказывают о 20 машинах, потому что сливать отходы в люк совершенно бесплатно. А здесь своя такса. До недавнего времени утилизация одного кубометра жидких отходов стоила около 80 рублей. Сейчас 50. Меру эту предприняли в администрации, буквально задохнувшись от обращений граждан. Увеличили часы приема ЖБО на этой станции. Теперь тут нет перерывов, праздников и выходных. И это не единственная мера в борьбе со сбросами испражнений. Администрация занимается этим вопросом. Приняли решение, что в следующем году должна быть построена еще одна точка. И в следующем же году должны быть закончены проектные работы. С тем, чтобы в 2018 году решить проблему с еще одной точкой и открыть третью. Сейчас любители сливать отходы бесплатно во вред жителям и экологии наказывают специалисты областного департамента природных ресурсов. Правда, не часто. За год было всего семь коллективных обращений. Привлечь к ответственности удается только водителей. Для них штраф мизерный – тысяча рублей. В ведомстве уверены, меры принятой администрации лучше наказаний. Они позволят выйти из тени так называемым черным осенизаторам – предпринимателям, занимающимся этим грязным бизнесом без лицензии. Тут вопрос был экономики. То, что прием, ну, оказыванная услуга была в районе 600-700 рублей, ну, за бочку, да, то прием этих жидких бытовых отходов был в районе тысячи. То есть это экономически невыгодно. Сейчас, в принципе, экономически будет выгодно перевозчикам возить на Сашу. Жителям остается только ждать, что предприниматели экономическую выгоду прочувствуют или устыдятся, увидев себя по телевизору. Оптимизма добавляет то, что кошку же можно приучить к лотку. Значит, и осенизаторов можно. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, Денис Денисов, РТВ Иваново.